Все знаем, что в зимнее время, особенно непросто, стильно, красиво одеться. Летом легче, конечно. Привет, мои хорошие! С вами Эрика Клаус. С возвращением из моего отпуска. Рада всех вас видеть. И у меня намечено 4-5 видео, посвященные моде. Я иногда буду чередовать с моими новыми видео, которые я очень старалась в отпуске делала. Кто меня любит, вы обещали бы помочь моему каналу просмотром хотя бы одной рекламы. Я думаю, что одна реклама – это несколько секунд. Вам это не так тяжело. По возможности, конечно, многих нет времени и так далее. Не обязательно смотреть, но вы меня этим очень выручите. Потому что все-таки я 4 года работаю, работаю, работаю. И снимаю и под водой, это не так все легко. И снимаю дома, и монтирую, и перемонтирую. Вот пришла к нам зима. Зима – это такое время года, когда нам особенно не хватает положительных эмоций. Нам не хватает солнышка, нам не хватает очень холодно, ветрено, темно. К сожалению, у нас в Германии очень темно в последнее время. Мы рады каждому часу солнышка. Я думаю, у вас тоже похожая ситуация. Это жизнь, с этим надо жить. И особенно в это время нам необходимы положительные эмоции. А положительные эмоции – это тоже одежда. Положительные эмоции – это правильно подобранная одежда. Она хотела бы с моим видео показать, что и зима может быть прекрасна, если мы прекрасно подберем комплекты для зимы. И я поэтапно вам покажу это. В этот раз я хотела совместить свой обзор новых вещей с моими старыми вещами. Итак, что я купила? В основном я все купила в Черную пятницу. Многие вещи на интернет-магазине «Йокс». Вы же знаете, я обожаю этот интернет-магазин. Покупаю себе очень часто и слежу за ценами. Они очень отлично спустили цены на распродажи в Черную пятницу. И купила себе двое одинаковых брюк. Так они мне понравились. Сначала я в синем цвете купила, а потом мне так понравились. Они такие клевые. Вот именно базовый вариант. А в то же время, я, кстати, следующее хочу видео подготовить, как из базового варианта, не растратя много денег, сделать вечерний вариант. Сейчас мы говорим о спортивном шике. А вот именно как можно, не заходя домой, взять, может, блузу, какие-то аксессуары и так далее, из нормального базового гардероба его вуаля превратить именно в вечерний. Ребятки, купила вот такие клевые, с лампасами, хочу подъявить, янские брюки. Вот такие с мышиками. Из плащевки. Причем плотная плащевка, прикольная. Точно такие же, как вы видите, именно в хаке. Света военном. Таком. Мне очень нравится лампасы. Здесь еще лучше подходят. Просто шикарно все. Шито, сделано. Точно такие же брючки. Я вам покажу, как я составлю поэтапно именно комплект спортивный шик, чтобы классно, прикольно выглядеть зимой. Вот эти брючки. Вот такие они. Дайду вам немножко покажу. Поближе покажу вам. Ну, прикольные сзади, они нормальные. Поближе его покажу. Вот этот бренд. Надеюсь, вы видите. Сейчас тут на меня снял. Такая дешево-средняя цена эта фирма. Но качество меня удивило, поразило. Очень оригинальные тоже у них вещи. Спортивного шика. Вот именно спортивный шик. Мне понравилось очень, как качество этих брюк. Вы только посмотрите. Ну, все просто идеально. Даже внутри пуговичка это просто. Тлеянский флаг как будто бы. Все сделано просто чудесно. Все сделано просто чудесно. У меня у нас с этими брюками. И вторые, кстати, брючки. Я хочу показать. Тут тоже. Это у нас спинка. Кстати, эти брюки, я даже не буду вам скрывать, сколько я за них заплатила. Они в начале стоили 120-130, я заплатила за них 35 евро. Ну, за двоих 70 евро. Это, конечно, за такое качество просто клево. Они очень, очень современные. Очень классно подходят к нашим паркам, курткам с ботинками. Просто шикарно. Мне понравились тоже пуговички. Очень оригинально сделаны. В общем, все у них очень качественно и чудесно. Они выполнены прямые, немножко суженные к низу. И это тоже классно, потому что у нас будут видны ботиночки. Очень выгодно выглядит зимой. Многослойность. Она у нас была, она у нас тоже актуальна. Мы сочетаем его прекрасно с такой вот новой моей блузкой, сравнительно новой. Такой вот блузочкой с длинными обшлагами такими. Так как у нас очень красиво будет сочетаться с полоской. И она нас будет еще больше освежать. Опять повторяю, что нам не обязательно одеваться зимой во все темное. Это такой будет у нас более пижонский. Базовый вариант. Это вариант спортивный шик. К этому мы подбираем очень мой старый пояс, который я тоже очень люблю. Он очень подойдет. Вот такой пояс желтый из кожи. Такой интересный пояс. Вы только посмотрите, как он классно будет сочетаться. Также точно он будет прекрасно сочетаться и с цветом хаки. Даже можно и лучше. Хочу сейчас показать, вот именно, как он классно может сочетаться именно с цветом хаки. Чуде, посмотрите, ячоночки мои. Вот. Ну, вы все это увидите на мне. Вот так вот. Если для кого-то это слишком ярко, например, вот этот пояс, или вы не можете достать такого цвета, прекрасно подойдет любой черный пояс, так как у нас будут черные ботиночки. Вот такой черный пояс. Он, конечно, всегда очень подсиний, ну, подо все, конечно, подойдет. Тем более у нас черные ботинки. Как я вам уже говорила, что очень-очень современно смоется и удобно, и практично. Именно многослойность. Поэтому под эту блузочку мы одеваем мой тоже любимый, очень теплый пулловер от фирмы Бальман. Очень известная фирма Пьер Бальман. Сейчас вам покажу. Он классный. Будет блузкой у нас выглядывать. И именно она хорошо подойдет сюда. Чудесно подойдет. Я вам просто сейчас примерно покажу. Вот этот мой пулловер. И вы посмотрите. Или, опять же, безвыигрышный вариант это водолазка. Безвыигрышный вариант это водолазка. Вот такая вот. С таким, как модно, сейчас длинным обшлагом. Под цене брюки это будет вообще и желтым поясом можно одеть. Чудесно. Вот мои новые ботинки. Они мне очень-очень нравятся. Вот такие классные ботиночки. 4 см каблок. 4,5 см. Вот такие. Они сложные, очень интересные. Шнуровка у нас вообще сейчас в тренде. Каблок у нас наборной и с металлической такой штукой. Мне тоже очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я купила через очень известный интернет-магазин в Европе. Я уже говорила в одном видео, где я обзор обуви сделала. Я обувь сейчас тоже через этот интернет-магазин покупаю. Я купила себе модные тоже базовые такие красивые стильные брючки в клетку. Вот такого плана. Мы не должны выглядеть зимой тоже только темные тона. Очень красиво, если темные сочетаются с каким-то ярким тоном. Мы выглядим уже более свежо. Но более, кстати, хочу сказать, девчонки, обращайте внимание, что зимой не стоит много краситься. Иначе и так много серого. Мы слишком выделяемся, слишком обращаем внимание на свою косметику, а не наше личико. Смотрится только, не обращаешь ни как вы выглядите, ни что у вас внутри, а обращаешь внимание только на именно косметику. Старайтесь более децент, не выделяюще краситься зимой. Летом вы загорели, у вас вы не такая бледная, потому что вы сами знаете, что зимой из-за холода, из-за состояния, мы не такие свежие часто. Мы выглядим бледно и, конечно, ну, отличаемся, как мы выглядим летом. Поэтому надо подстраиваться тоже к косметику. В основном, особенно с возрастом, старайтесь уделять бровям, губам и, конечно, тоже. Это обязательно. Я еще очень смотрю, я обращаю внимание на мейкап, потому что мейкап, который не толстый, который практически не виден на вашем лице, который подстраивается под вашу кожу. Это очень. От 40 лет, и чем старше, важен. Я уже в многих видео тоже говорила. Так вот, девчонки, вот такие классные брючки я себе купила. Они очень просто чудесные. Хочу вам показать. Вот такие брючки. Через интернет-магазин. Кто мне из Европы смотрит, то тоже можете обратить внимание. Кажется, они еще есть. Они просто классные. Вот эта фирма. Очень по классной цене. Хочу вам немножко еще поближе показать. Они широкие. Они в стиле Марлен. Вот такие вот классные. И, конечно, что мы наденем к этим брюкам моим новым. Я выбрала, во-первых, вот такую шаль. Черную с красным. Всегда прикольно смотрится шаль. Вы всегда можете намотать, снять. Она всегда олегантно, чудесно смотрит. В различных вариантах. Туда прекрасно подойдет пуловер от Маскина. Она мне уже все подошла недавно. Посмотрите. Вот такого плана. Ну, вы увидите все на мне, поэтому я показываю просто сейчас коротко вам вот такого плана. Сверху мы надеваем или пиджак, или какую-то куртку многослойную, чтобы можно было всегда раздеться, снять и чувствовать себя прикольно, чтобы маме было не жарко и не холодно, выходя на улицу. Как бы вы ни хотели очень клево, современно, шикарно, спортивно, шикарно выглядеть, самое главное, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Если мы чувствуем комфортно, у нас появляется румянец на лице, мы более уверены в себе, какая бы красивая была одежда, если мы чувствуем себя некомфортно в ней, лучше руки, то есть прочь от этой вещи. Всегда покупаю только вещи, в которых я чувствую себя комфортно, как бы они не нравились. Я уже вам рассказала, при выборе обуви, я сразу заказываю очень много, выбираю, как бы мне не нравилось, чувство себя не только красиво, не только мода, не только современно, но и комфортно. Многослойность. Даже мой муж говорит, хотя он далеко от моды, я его одеваю. Мой муж часто говорит, надо одеваться, как вот лук. Мы его снимаем, снимаем его оболочку. Вот если мы заходим, например, в какое-то помещение, скажем, вы же знаете, вот именно проблема со старчем, или мы потеем, или нам холодно. А именно многослойная одежда помогает нам, и как палочка-вручалочка, что мы можем, если мы зашли, например, в какой-то центр, магазины, там как бы сравнительно жарко, и нам, если мы слишком тепло одеты, неудобно. Мы даже иногда простуживаемся, потому что мы потеем, выходим на улицу, и нам как бы некомфортно, мы мокрые, и тут же простыли. Я по себе знаю, раньше так было. Я хотела сказать, что у нас должна быть возможность, куда мы не зашли, какое-то помещение, чтобы мы могли снять пиджак, снять пончо, или накидку, или шарфы, и так далее, и так подобное, и остаться, ну, свободно, подходящим под температуру этого помещения. Опять же, когда мы выходим, конечно, иногда приходится таскать, это тоже неприятно, но для этого у вас есть наши мужчины, друг, муж, и так далее. Извините, мужчины, для этого, ну, тоже, вы нам нужны. И так. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, я разделю это видео на две части, потому что это такое, я поэтапно комбинирую все, и это занимает определенное время, как бы быстро я не говорила, как бы быстро я не показывала, но уже был обзор, было вступление, и поэтому я сделаю две части, где вы увидите, какие варианты выглядеть красиво зимой, спортивно шик, вы увидите в следующем моем видео. Не забывайте заходить, подписывайтесь, всех люблю, и если вам нравлюсь, обязательно расскажите обо мне своим друзьям, или вашей семье. Целую вас, пока-пока-пока.